Добро пожаловать на минуту Аполлогетики. Мы берем интервью у ведущих аполлогетов мира, чтобы предоставить достоверные ответы на любопытные вопросы. Фрэнк, было бы нечестно с моей стороны говорить, что я никогда не задавался тем же вопросом, который слышу от других людей. Зачем Бог сотворил этот мир, если Он знал, что некоторые люди пойдут в ад? Разве Он не мог сотворить лучший возможный мир, в котором никто не идет в ад? Как бы ты ответил на это? Что ж, хотя логически возможно, что Бог мог бы создать мир, в котором никто не грешит, но на самом деле это было бы недостижимо, учитывая свободу личности. Вполне может быть, что после второй сотворенной личности, третий согрешит. Так значит ли это, что Бог должен был ограничить население двумя людьми? Нет, вовсе нет. Если эти люди, совершающие грех, совершают его свободно и сами выбирают свою участь, то тогда Бог не будет менее любящим от того, что Он сотворит больше людей или позволит большому количеству людей быть рожденными. Еще один момент, который я хотел бы упомянуть, таков. Бог творит свою волю даже через людей, которые не покорны Ему. Ты и я не существовали бы, если бы не было атеистов и неверующих в наши родословные. Билли Грэм бы не существовал, и никто из нас здесь сидящих тоже. Это что-то вроде христианской линии. Верно. И не только это. Атеисты к тому же полезны для меня. Скорее всего и для тебя тоже. Некоторые из них выдающиеся люди. Ты взаимодействуешь с ними. Дружишь. Они бросают тебе вызов. Помогают расти и не дают расслабиться, заставляя думать. Я должен найти ответ на это. Это хороший вопрос. Итак, некое благо может прийти даже от тех, кто не следует за Богом. Я думаю, мы можем тот же вопрос обратить их к самим себе. Мы можем спросить, а почему мы решили родить детей? Это похоже на Божье провидение. Мы ясно понимаем, что они будут не слушаться нас. Я имею в виду, у нас есть дети, но они несовершенны. У моих родителей есть дети, и я точно несовершенен. Почему они решились родить меня, зная, что я не буду слушаться? Что ж, потому что они знают, что любить более ценно, чем вообще никогда не любить. Даже любить и потерять – это лучше, чем не любить вовсе. Да, мы этого хотим. Даже атеисты, которые задают этот вопрос, или другие люди понимают, что есть вероятность того, что у их ребенка не будет хорошей жизни. Но они все равно рискуют и заводят детей. Я не говорю, что Бог рискует, а имею в виду, что мы заводим детей с надеждой, что у них будет прекрасная жизнь. И Бог сделал все для этого. Он умер за каждого. Но не каждый принимает то, что Он совершил, потому что не каждый хочет быть с Ним вечно. Некоторые люди не хотят знать Бога. А если они не хотят знать Бога, то они и получат разделение с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok